Дорогие друзья, я вас приветствую на нашей шестой международной онлайн-конференции 2024 года. Привет, дорогие друзья, и приветствую на нашей шестой международной онлайн-конференцией 2024 года. Сегодня я вам прочитаю лекцию о том, как была создана Вселенная МЭСТ. Сегодня я вам расскажу о том, как МЭСТ-юниверс был создан. Какой духовные практики и зачем они нам нужны? Люди, осознавая свое существование, стремятся к самопознанию через духовные практики. Для чего? Давай я прочитаю, а потом ты перечитаешь на английском. Внутренний рост и целостность. Духовные практики помогают нам обратить внимание на внутренние ценности и убеждения. Они способствуют личностному росту, помогая нам стать более осознанными и удовлетворенными людьми. Второе. Поиск смысла и цели. Через духовные практики мы ищем ответы на вопросы о смысле жизни, своей роли в мире и взаимосвязи с другими. Это помогает нам ориентироваться в сложном мире и находить гармонию. Третье. Внутренний покой и ясность. Практики медитации и молитвы способствуют внутреннему спокойствию и ясности. Они помогают нам разобраться в своих эмоциях и мыслях. Четвертое. Связь с чем-то большим. Духовные практики позволяют нам осознать, позволяют нам ощутить связь с высшей силой, вселенной или коллективным сознанием. Это дает нам уверенность и поддержку. Пятое. Поддержка в трудные моменты. Верующие в духовные ценности часто находят утешение и силу в сложных ситуациях. Духовные практики помогают нам справляться с жизненными вызовами. В итоге изучение духовных практик помогает нам лучше понять себя, найти внутренний покой и обрести свое место в этом мире. Продолжение следует... answers to questions about the meaning of life, our role in the world, and our interconnectedness with others. This helps us navigate a complex world and find harmony. Third, inner peace and clarity. Practices of meditation, prayer, contemplation, promote inner peace and clarity. They help us sort through our emotions and thoughts. Fourth, connection to something greater. Spiritual practices allow us to feel connected to a higher power, The universe or the collective consciousness This gives us confidence and support And fifth is support in difficult times Believers in spiritual values Often find comfort and strength In difficult situations Spiritual practices help us cope with life's challenges In sum Learning spiritual practices Helps us to understand ourselves better And Misha I cannot see the last line Find inner peace And find our place In the world И познавая Или изучая духовные практики Мы начинаем сталкиваться С восьмой динамикой When we dig deeper into spiritual practices We become to face The eighth dynamic closer И Давайте тоже зачитаю Это небольшой эссе Я думаю, вам будет тоже интересно Люди, осознавая свое существование Неизбежно задаются вопросами Об происхождении Вселенной и мира Это потребность в поиске ответов На глубокие вопросы О смысле жизни И своей роли в этом мире Присущей человечеству На протяжении веков Поиск смысла и цели То есть Для чего мы это делаем? Поиск смысла и целей Когда мы осознаем себя Как разумное существо Возникает желание понять Зачем мы здесь Вера в высшую силу Или Творца Дает нам уверенность Что наша жизнь Имеет смысл и цель Второе Страх перед неизвестностью Наш мир полон загадок И неизведанных территорий В поиске ответов на вопросы О происхождении Вселенной Мы ищем утешение И защиту от страха Перед неизвестным Третье Культурное и религиозное влияние Вера в Бога Или высшую силу Часто передается Из поколения в поколение Религиозные тексты И обряды Обогащают наш опыт И дают нам ответы На вопросы о происхождении мира Четвертое Философский интерес Философия и метафизика Пытаются разгадать Глубокие загадки бытия Вопросы о Творце Вселенной Стимулируют наш Интеллектуальный рост И размышления И пятое Потребность в надежде И утешение Вера в Бога Или высшую силу Может дать нам надежды И утешение в трудные моменты Мы ищем ответы Которые могут нам Справиться с жизненными вызовами В конечном итоге Поиск Творца Вселенной Это не только стремление К знанию Но и попытка Найти свое место В этом огромном И загадочном мире Belief in a higher power Это не только стремление Это не только стремление Это не только стремление И это не только стремление И это не только стремление И это я знала Бог История христианства – это около двух тысяч лет. Давайте возьмем более ранние религии и посмотрим, что они на эту тему думают. Возьмем буддин. Давайте возьмем буддизм, например. Я задался вопросом, а что есть аналог термина «бог» в буддизме или такого понятия, как статика в саентологии? Я задался вопросом, что мы знаем как «бог» в буддизме. И это может связаться к статистике в саентологии. И вот нашел такой термин «шуньята». Это буддистская пустота, суть всех вещей, великое ничто, из которого рождается все. Измерение, в котором содержится информация обо всем, что было, есть и будет, и о том, что никогда не будет. Все явления рождаются из шуньяты и уходят в нее. Даусизм. Действие Дао незаметное и вездесущее. Дао везде и во всем. Дао упорядочивает без того, чтобы господствовать. Мы везде и во всем видим действие Дао. Но нигде не можем сказать, что вот это Дао само по себе. Еще более древняя религия – индуизм, которая уходит корнями в видизм. В индуизме есть такой термин «брахман» – высшая объективная реальность, безличное и абсолютное духовное начало, из которого возникает весь мир. Картинка слева – это картинка бога Брахма, и он не является брахманом. Ну, как бы вот как в том, как этот термин просто, я так подумал, неплохо было бы разместить что-то индуистское. This picture represents the god Brahma. It's not Brahman, as we defined it earlier, but it really fits. The picture really fits here. Также я встретил определение слова «атман». Then there is the term «атман». Возможно, что это… То есть другое нужно ставить ударение. Если я не прав, то прошу меня простить. Я не являюсь экспертом, просто вот нашел вот такое данное. Итак, «атман» – всепроникающее субъективное духовное начало, я – душа, противопоставляется Брахману как высшей объективной реальности и в то же время совпадает с ним, поскольку Брахман осознает себя и тем самым становится атманом. Отсюда идея тождества «атмана» и «брахмана» в Упанишадах. Эти два термина напомнили мне саентологические термины «статика» и «тетан». Если взять определение «тетана», Десятая дефиниция. Статика, которая может выдавать суждение и производить пространство, энергию и объекты. То есть «тетан» является «статикой». Но в чем все-таки разница между «статикой» и «тетаном»? Является ли «тетан» истинной статикой или всего лишь какой-то частью статики? Равен ли «тетан» статике или это нечто другое? Вот в материалах Рона я таких данных не встретил. Но когда мы переходим к определению атмана, Можно четко понять, почему мы считаем «тетана» равным «статике». Статика осознает себя «тетаном», Также «тетан» осознает себя как «статик». И с помощью моста «тетан» может стать «статикой». Идем дальше. Давайте посмотрим определение статики. Статика – это нечто без массы, без длины волны, без времени и в действительности без положения. Это статика и это определение нуля. Статика по определению – это что-то, что находится в полном равновесии, она не движется, и вот почему мы используем слово «статика» не в инженерном смысле, но в своем абсолютном словарном смысле. Самое простое, что существует – это статика, но статика – это не ничтотность. Это не синонимы. Мы неосторожно говорим о ней как о ничтотности, потому что мы используем слово «ничтотность» в взаимосвязи с пространством и объектами материальной Вселенной. Жизнь обладает качеством, она имеет способности. Когда мы говорим о ничтотности, мы просто имеем в виду, что у нее нет количества. Нет количественного фактора. The simplest thing there is is a static, but a static is not nothingness. These are not synonyms. We speak of it carelessly as a nothingness. That's because we say nothingness in relationship to the space and objects of the material universe. Life has a quality. It has an ability. When we say nothingness, we simply mean it has no quantity. There is no quantitative factor. Первое, что у меня возникает при прочтении этих дефиниций, это то, что у меня отсутствует полная масса. The first thing I feel after reading these definitions is I have absolutely no mass. Чтобы понять ближе, что такое статика, давайте глянем на аксиома 3. To understand what static is better, let's look at аксиом 3. Аксиома 3. Пространство, энергия, объекты, форма и время являются результатом мыслезаключений, которые статика создала или с которыми она согласилась или не согласилась. Они воспринимаются исключительно потому, что статика считает, что она может воспринять их, воспринимать их. Space, energy, object, form and time are the results of considerations made and or agreed upon or not by the static and are perceived solely because the static considers that it can perceive them. Из этого определения мы понимаем, что все, что имеем мы сейчас прямо перед нами, это постулаты или мысли-заключения, сделанные статикой. And this definition alone lets us see and perceive that everything, what we can see around us, is the postulates once made by the static. Рон упоминал много раз, что он не полностью, не с нуля создал дианетику и синтологию, он использовал данные, включая ответ и до настоящих, последних открытий, которые были в 50-е годы и позже. Если мы вернемся к определению DAO, то мы можем понять, что действительно это и есть статика. Если мы посмотрим на определение шуньяты, то это и есть статика. И даже если мы посмотрим на определение Бога, это тоже несколько видоизмененное на определении статики. То же самое и с термином прахман. Окей, я попробовал нарисовать это слово статика, как бы мы его могли нарисовать. Ну, конечно же, нарисовать то, чего не существует, невозможно. Статика не имеет бытийности, не имеет местоположения в пространстве, но как постулат, как нечто, не обладающей бытийностью, но потенциальными возможностями, представил вот таким образом. Это не смерть, это не женщина с косой, это не персонаж фантастический из Толкина. Просто попытка показать, что нечто, чего якобы не существует, как бытийности. Окей, и сейчас я хотел бы задать вопрос. Есть ли у вас какие-то ко мне вопросы по тому, что уже было сказано? Вопросов нету. Ирина? Здравствуйте всем. Такой вопрос. Мы выходим, когда мы подаем команду, выходим в уме. Мы подаем команду, выходим за пределы вселенной. Это получается. Не обязательно это делать, да? То есть можно просто выходим в уме. Ну, оставаться внутри вселенной. То есть нет необходимости говорить, что мы расширяемся за пределы вселенной. Просто я боюсь, что кто-то может не понимать, не осознавать, что… Ирина, давайте все-таки по теме лекции больше. То есть ко мне мы, может, еще перейдем. Ну, а вот по теме того, что было сказано. Есть у вас вопросы? Нет. Нет, хорошо. Так, окей, кто-то еще хотел бы задать вопрос? Поднимайте руку. Окей, вопросов нету, идем дальше. Так. Татьяна, администратор, пожалуйста, выключи там звук. У, легко он включен. Окей. И давайте перейдем теперь к основной теме нашей лекции. Каким же образом была создана вселенная МЭСТ? Можем посмотреть на факторы. До начала была причина, единственной целью причины было создание следствия. От начала на веки веков есть решение, и это решение быть. Первое действие бытийности – это принять точку видения. Второе действие бытийности – простереть из точки видения, точки для видения, точки протяженности. Так и сотворено пространство, ибо определение пространства – таково, точка видения протяженности. И предназначение точки протяженности в том, чтобы было пространство и была точка для видения. Действие точки протяженности – достигать и отдаляться. И существует связь, идущая из точки видения к точке протяженности, и существует взаимообмен между ними. Так создаются новые точки протяженности, так появляется общение. И так появляется свет, и так появляется энергия, и так появляется жизнь. Давайте посмотрим, как это происходит, когда мы создаем Вселенную. Так, ребятки, просьба не водить пальцами по экранам телефончиков. Телефончиков, а то у нас тут появляется... Так, я возьму несколько цветов, чтобы показать статику. Я буду использовать несколько цветов, чтобы показать статику. Статика, она бесконечна. Соответственно... Статика бесконечна. Статика бесконечна. Пусть у нас будет три таких статика, ну, для демонстрации. Итак, пусть эти три статика решили сыграть в игру и создать маст-вселенную. Мы должны быть маст-вселенную. Мы должны быть маст-вселенной. Статика решили создать игру и создать маст-вселенную. Это черный семицеркл — маст-вселенная. Это маст-вселенная. Итак, они приняли решение быть. И поместили каждый точку видения, точку зрения вселенной маст-вселенной. Каждый из них стал создавать точки протяженности. Внешние точки видения. А каждый из них могла тоже создавать свои точки зрения. Поменьше. И еще меньше, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще. Точно так же здесь. Кстати, каждый статик мог создать не только одну точку видения, а несколько. Но это точки зрения одной тетолинии, скажем так. Здесь у нас еще. В общем, я тут плотность такую нарисую, что все более... Меньшие точки и все более плотно появляются. These lines below the orange points of view are even smaller points of view, even smaller points of dimension, and that gives us density. Мы читали у Рона, что большое количество... То есть когда-то мы были очень большими. В результате мы деградирули до очень низкого состояния и стали считать себя маст, частицами маст. Играя в игру вселенной и создавая дополнительные точки зрения, точки видения, таким образом мы уплотняли эту вселенную маст и уплотняли также самих себя. Создавая спайки с другими игроками, мы делали себя меньше. И в итоге мы с вами оказались на планете Земля. Управляя небольшим мясным телом. В очень деградирующем состоянии, как духовное существо. Так, вот как мы примерно выглядим. Мы, возможно, увидели фильм о пиратах Карибского моря. Когда каждый член команды корабля, который очень долго на нем находился, он вмуровывался в обшивку или в помещение корабля и становился частью корабля. Рождаясь на этой планете, мы чувствуем себя скорее мясным телом, нежели бесконечным и максимально свободным и способным духовным существом. Маст вросла в нас, как вот эти кораллы вросли в данного персонажа. Мы стали себя воспринимать больше мыс-существами, чем духовным существами. И чтобы вернуться в свое исходное состояние, нам необходимо пройти тренировочные упражнения, объективы, ступени и уровень АТ. Когда мы смотрим на нас как кейс, на наше тело, на самого себя. Когда мы смотрим на себя как кейс, мы можем увидеть, что наше тело состоит не только из физической материи и тетана как духовного существа. Если мы смотрим на себя как кейс, мы можем увидеть, что наше тело состоит не только из физического тела и тетана как духовного существа. В нашем теле есть гигантское количество сущностей. В нашем теле есть огромное количество сущностей. Некоторые из них действительно выполняют важные работы. Но большинство из них являются вот такими как бы присосками, насадками какими-то или вот тем, что на нас навалилось во время нашей жизни. И вот мы вот несем на себе весь объем вот этих деградирующих существ, чьи кейсы на нас влияют. Давайте посмотрим, какие типы существ могут быть. Первый тип существа – это большой тетан или игрок, который исходно был создан как большой игрок или тетан, или как исходная точка наблюдения, созданная статикой. Который был создан статикой, как точка, которая играет в игре. Точка наблюдения, которая играет в игре. Это определение, взятое из материала капитана Билла Робертсона. These definitions are from капитана Билла Робертсона. Ну, вы можете проследить, что в дианетических аксиомах есть термин θ, λ и φ. But you can read the dianetic axioms, which say that there are... What is it again? Есть θ, λ и φ. That say that there is θ, λ and φ. Итак, большой тетан или игрок, приклир или клир, которого вы ориентируете, или тетан, называемый «я», у которого есть кейс, может находиться в теле или вне тела. Все игроки изначально были статик тетанами. A big theta or a player is a PC or a clear, who you audit, or a theta, who is called I, who has got a case. It can either be in the body or outside of the body. All players were originally static theta. Lambda-thetan или форма жизни. Тот, кто имеет функцию заботы о формах жизни или управления ими, может быть генетической сущностью, демоническим контуром или оператором тела животных, растений, рыб, птиц или людей. Lambda-thetan соответствует пятой динамике. A lambda-thetan is a lambda- or life-form-thetan, one who has got a function of caring for or operating life-forms, can be a genetic entity, a daemon circuit or a body operator for animals, plants, fish, birds or humans. Lambda-thetans align with a fit-th dynamic. И fit-thetan. Fit-thetan или mest-thetan – тот, кто имеет функцию быть частицей материи, энергии или пространства при создании, может иметь градиент размеров, при этом большие отвечают за меньшие, может быть идентифицирован как пространство, потенциальная энергия или движение, частицы энергии, субатомные частицы, атомные частицы, атомы, молекулы, клетки, кристаллы и т.д. Используются для создания mest и картинок для игроков, чтобы они не исчезли, когда игрок смотрит на них. Fit-thetan соответствует шестой динамике. Fit-thetans or mest-thetans – one who has a function of being a particle of matter or energy or space in a creation, can be of a gradient of sizes with the bigger ones responsible for the smaller ones, can be identified as space, potential energy or motion, energy particles, subatomic particles, atomic particles, atoms, molecules, cells, crystals, etc. They are used to make mest and pictures for players, so they won't disappear when the player looks at them. Fit-thetans align with the sixth dynamic. Let's look at this picture and see where it has big players, lambda-thetans and phi-thetans. Okay, as I see, у нас стерлась картиночка. Ну, давайте попробуем быстро нарисовать. Misha will just draw the picture again. Новая версия. Вышла зума, и тут совершенно все новое, как оказалось. В старых версиях у нас работала… То есть картинка сохранялась. Может быть, где-то здесь есть старая версия. Если кто-то знает, подскажите. Ну, окей, ладно. Итак, вот наша мастер-селенная создана. И каждый из игроков создал большое количество единиц. Внимание. И здесь все более плотные частицы. Также здесь… Может быть, несколько. There can be several points of view. Не одна. Может быть, абсолютно. Кораздо больше. Количество thetans на одной этой линии. There may be indefinite number of thetans on a single thet line. Так вот, все, что мы имеем на самом верху – это существа. Все, что здесь в промежутке – это лямбда-существа. И все, что внизу, у нас – это уже мастер-существа. Фит – это. Четкой границы между этими существами нет. Так, например, ученые считают, что кристаллы могут быть как физической материи, но также могут считать, что кристаллы – это нечто живое. Некоторые точки зрения, которые были созданы сразу после создания вот этого, они могут быть настолько мощными, что могут вполне управлять телами. И может быть такая ситуация, что вот эта часть попала в ловушку. Вот эта часть теты, то есть, включая лямбда, попала в ловушку. Тогда какая-то часть силы или энергии от этой энергии переходит к одному из этих существ, и именно вот это существо может взять на себя ответственность за то, чтобы проадитировать всех остальных и пройти мост. Точно так же. Вы, наверное, читали у Рона, как он агитируал кого-то по дионетике, и потом вдруг узнавал, что он является где-то там оператором на корабле, или там что-то исследует в каком-то другом месте, на какой-то другой планете. То есть, при этом это он же сам, это тот же самый человек. You may have read in Ron's writings about Ron auditing someone who at the same time being the PC, being audited, the real person, at the same time he was someone operating a spaceship or being a space explorer, but it's the same person. То есть, этот человек одновременно имеет несколько точек зрения в этой вселенной и может, вот как здесь, быть одновременно в нескольких местах и получали опыт от нескольких разных бытийностей или нескольких тел. Соответственно, если вы такое заметили себя, вы можете взять ответственность за себя как-то это вот здесь вот, как-то это, вы двигаетесь по мосту и при этом вы можете продетировать после этого все остальные точки зрения в этой вселенной, чтобы освободить их и также продвинуть их в статике. And if you are aware of this phenomenon in yourself, about yourself, you can get higher on the bridge and then you can audit, you can actually audit those points of views and set them free. Я вижу два вопроса. Миша, что имеется в виду по тета-линии? We have two questions. The first one is, what is the theta line? У нас есть здесь вот на рисунке три тета-линии, то есть зеленая, коричневая и синяя. On this picture we have three theta lines. The green one, the brown one and the blue one. Вот возьмем синюю, например. Let's take the blue one, for example. Вот все, что создано статикой по этой линии, это как бы одна от этой линии. Everything created by the static as part of this theta line is the theta line. Чтобы вернуться обратно в статику, чтобы полностью освободиться, вам необходимо будет освободить все, что было создано по этой линии, то есть всех существ, которых создавали вы сами или создавали существа, которые вы создавали, ну и так далее. To get back to the static, you have to audit everything that you created, all points of view and all points of view created by those points of view. От Андрея повторный вопрос. Как бы речь идет про опыт, не только про опыт. Также, играя в игру, вы создаете большое количество точек наблюдения или точек зрения. Playing the game, while playing the game, you actually create lots of points of view or points of dimension. Вы можете создавать других существ, которые создают потом, после этого, там, материю, энергию, пространство. You can create other beings that afterwards may create matter, energy, space and time. Вы также можете, как большое существо, создавать более мелких существ, например, таких, как, там, домашние животные или просто животные. Being a player or a big fatten, you can also create other beings, like animals. Вопрос. Мы создаем других существ неосознанно, без намерений? Нет, мы это создаем по своему собственному постулату. Только так. Question. Do we do it unintentionally and unconsciously? Not exactly. We do create them as, by way of postulates, by postulating. Так. Сейчас, значит, я отвечу на вопрос, как ты это мог создавать лямбда и фи-сущности? Очень просто, постулируя. Просто вот я хочу, чтобы что-то произошло, оно происходит. Да. A question. How does Thetan create лямбда и фи? Actually, it's very easy. By postulating, he postulates that there is one of those beings, and he is. Например, мама, которая заботится о своем ребенке, может создать точку наблюдения за своим ребенком. For example, a mom, who cares deeply about a child, can create a point of view that can actually observe the child and take care of the child. Эта точка наблюдения будет всегда с ребенком, и если с ним что-то произойдет, он, мама, вдруг начнет чувствовать, что какое-то напряжение или беспокоится о том, что происходит с ее ребенком. This point of view will always be near the child, and should something happen to the child, mom will feel anxious or nervous or worried about the child, and thus she will understand that something has happened. It's true, actually. Я мама, я знаю, что это правда. Вот, у нас есть подтверждение. Замечательно. Окей, точно так же с домашними животными, с растениями. То есть кто-то может заботиться о яблоне, которую он посадил, или о собаке, которая во дворе. The same goes for plants and animals and everything. One can care in this way about any tree that they've grown or their pets. Ну, все зависит от вопроса. Это не единица внимания мамы на ребенке, это именно новая созданная сущность? The point is, these are not attention units. These are new created entities. Ну, ответ такой. Смотрите, все зависит от мамы. Если мама продвинутая, она может создать существо, которое будет достаточно способным, чтобы отогнать собак от ребенка. Если он гуляет, ну, и как-то сообщить конкретно, что происходит. Если мама менее способна, то достаточно будет просто там ощущение тревоги. То есть эта вот единица наблюдения, она будет создавать ощущение тревоги у мамы. То есть все зависит от способностей. In this specific example about mom and the caring or attending points of view, it all depends on how spiritually advanced the mom or the person is. A more advanced person will create specific points of view that will, you know, shoo away dogs or, you know, bad people of a child. And less advanced, less spiritually advanced moms will just get this feedback by, and they'll feel worried or anxious or nervous about their child. If something happens. Вопрос, этичный ли создавать таких сущностей? A question. Is it ethical to create entities like that? В этой части игры, если вы духовное существо, то вы можете воспринимать, создавать и воспринимать любых сущностей. It's part of the game. If you're a spiritual being, you can perceive, you can postulate and perceive beings that you create. Так, вопрос. А почему целью ставится возвращение в статику, а не осознанная игра после проработки всех зарядов? A question. Why is the goal getting back to the static and not playing the game with awareness of this creative point of view? У разных игроков, у разных мостов, разные цели. Если мы берем конкретно мост ЛРХ, например, 2.8. То это мост, который рассоздает заряд, который был создан здесь в течение последних 75 миллионов лет назад. И после этого данных больше нет, то есть идти особо некуда. Соответственно, просто люди, прошедшие этот мост, возвращаются в жизнь и периодически просто адектируют и разряжают заряды, которые у них могут быть, но они не возвращаются в статику. Да, это проработка. This bridge is all about handling the charge that has accumulated here on this planet over the last 75 миллион years. And the people who finished this bridge to OTA-8, they have handled the creations, the entities that they are aware of. And there is no way further. So they can, you know, from time to time get back to things and handle any charge that may occur after that. Люди, которые прошли по мосту капитана Билла Робертсон до Ти-16 и выше. Those who went up Captain Bill's bridge up to OTA-16 and higher. Они уже стали настолько способными, что при желании могут сами быть статик-тетанами в этой вселенной. То есть это некий промежуток между тетаном, который берет тела, и тетаном, который играет в игру, уже будучи статикой. They can gain so many abilities that they can play as static tettans. That is different from just being a tettan and being a static. And above OTA-8, after OTA-8, they can just quit the game, they can leave the game, because there is no charge, there is no experience to be gained. There is nothing to be gained there or to handle. Вопрос. Является ли необходимым рассоздание таких сущностей через какое-то время? A question. Is it necessary to uncreate these entities after some time? Когда у вас накапливается большое количество таких сущностей, то они приклеены к другим игрокам, то вы становитесь следствием этих игроков. Соответственно, правильно, когда ребенок вырос, рассоздать такие существа, обратно забрать свои куски тета и не перевязываться к жизни другого тета. When you have created lots of these entities, like that example with the mom, we spoke about earlier, these entities actually get attached to other players, other people, and it's necessary to handle the charge and uncreate them to not become an effect of the people around you. Соответственно, это для нормальной игры является правильным действием. Вы должны периодически чистить свое пространство от того, что вы создали, и забирать обратно свою тета силу и привязки к другим игрокам. So, it's normal, and it's correct action in a normal game to, from time to time, you know, get into there and uncreate the beings and entities that you have created, and get back your theta, your power. Вопрос. Или они могут жить своей жизнью? Да, они могут так жить, жить своей жизнью, но они будут влиять на вас. То есть это не очень хорошо, не терапевтично. Так, вопрос. Что же делать после АТ-48, создавая Вселенную, агитировать? В первую очередь, когда вы закончите АТ-48 и пройдете исследование, то у вас не будет нужды просто брать тела. Если вы знаете, что в восточных практиках есть такой термин – колесо сансары. То есть это покинуть эту планету и не иметь нужды воплощаться. То есть ваши духовные способности настолько велики, что можете выбрать любую игру, играть не обязательно как бы на этой планете, а просто даже не имея тела, то есть стать статикой, играющей в игры. Или просто не играть. Так, что после АТ-48 и после АТ-48, there is no need to have a body to play, which means you have so much ability and so much power that you have gotten yourself out of the сансары circle. There is no need for you to say in the game, you can quit the game, you can play any game you want, without the requirement or necessity or will to have a body. После АТ-48 можно ли оставаться в игре по своему желанию? И если возвращаться в статику, то инцидент, то исчезает ли сознающая единица внимания, исчезает ли тета? Тетан, я так полагаю, вопрос. Можно еще раз? А это последний вопрос. Мария Астахова. Исчезает ли тетан превоззрождение? Вы сами решите, то есть хотите ли вы остаться в игре или вы хотите окончательно закончить все циклы и вернуться в статику? Это очень интересный вопрос. Почему? Потому что весь мост – это путь назад. То есть когда мы сначала адитируем тетана. Татьяна? То есть мы сначала адитируем тетана, потом тетан адитирует всех этих своих существ, которые он создал, и в конце самых мелких существ и забирает вот эти все единицы внимания себе. Тетан gets audited, then they can audit the points of view that they have created and up to the smallest ones and they can take their attention units back. Так, кто-то у нас переместил. Миша, можно вопрос? Я же тоже часть аудитории. Да, давай. Получается, что к каждому созданию, назовем это так, да, прикреплена единица внимания. Одна или несколько. Я сейчас переведу. То есть ты имеешь в виду статика или тетана? Я имею в виду статика, которая создает точки наблюдения, точки зрения, точки наблюдения, и за каждой из этих точек наблюдения закреплена так или иначе какая-то единица внимания. То есть они не остаются сами по себе. Наше внимание так или иначе микроскопическая доля в C равно там висит. Верно я понимаю? Да, именно так. Yes, exactly. Exactly. Each and every creation that we make, there is our attention units there. Я попробую. У нас кто-то рисует. Просьба. Please don't draw on your screen. Да. Так, а я попробую вернуть. О, как можно это сделать. Так. Замечательно. Вот мы это все вернули. Хорошо. Теперь, каким образом мы специально создаем… То есть есть один механизм, с которым вы обязательно столкнетесь. Вам нужно его объяснить. Now, there is a mechanism that you are sure to see somewhere along your way on the bridge. And it must be explained. Когда мы создаем другие точки наблюдения… When we create other points of view… …мы создаем их через промежуточные точки. We create them using wires. То есть если нам нужно нарисовать вот такой… Штурки там, линия и… Да, сильно тяжело зумом. Если нам нужно создать точку наблюдения, то мы делаем это через промежуточную точку. Вы, наверное, видели, что вот атом, простейший атом там водорода, состоит из протона и электрона. You may have seen the simplest hydrogen atom, which consists of a proton and an electron. Мы знаем, что электрон очень быстро движется по орбите. We know that electrons move fast along their orbit. И если нам нужно как-то рассоздать это, мы это смотрим, и он может рассоздаться. And if we want to uncreate it, we just look at it, and it may disappear. Через какое-то время он может снова появиться. It may reappear there in some time. Почему это происходит? Why does it happen? Потому что создано через промежуточную точку. Потому что создано через промежуточную точку. Потому что это было создано через промежуточную точку. Есть отдельное существо, которое создаёт эту плотность в виде электрона. There is another separate entity that creates this density in the form of an electron. И чтобы нам действительно его рассмотреть, нам нужно найти тое существо, которое его действительно создаёт. And to ask is it, we need to find that entity that actually created. Мест вселенная или мест само по себе именно создано таким образом, чтобы мы видели только видимость существования. Те же, кто создают для нас эту реальность, они находятся вне нашего наблюдения. И это та причина, по которой мы не можем легко рассмотреть эту вселенную, как есть, просто взглянув на стену, на штору, на дверь, и чтобы она пропала. And that's the reason why we cannot easily, as is this physical universe, just by looking at a wall, or a mirror, or a curtain. У нас вопрос. Так, а кванты, тета и из элькина – это и есть единицы внимания? Да, это то же самое. Question. Are theta-quants attention units? Yes, they are. Так, сейчас посмотрим. Вопросы есть какие-то на данный момент? Any other questions so far? Do you follow? Подведём некоторые итоги. Let's draw some conclusions here. То есть мы знаем, что каждый из нас есть статика. Каждый из нас является одним из 10 на 10 сороковой степени игроков. Each one of us is one of the ten multiplied by ten in the fortieth degree of players. Это данное мы получили от Рона. Он нашел это с помощью метра. Это данное многократно подтверждал капитан Билл Робертсон в высших уровнях АТИ. В начале игры произошло низвержение точек зрения и низвержение потока теты, вселенной Mest. In the beginning of the game, there was the overthrow of viewpoints into the Mest Universe. Mest Universe, Mest Вселенная стала плотной. The Mest Universe became dense. Теттенны, как точки зрения, стали деградировать и ассоциировать себя с Mest Вселенной и с кусочками Mest. Теттенны, как точки зрения, стали деградировать и они стали думать о себе как части Mest Universe. И в итоге мы стали вот такими вот Mest-существами. And it brought us to being Mest entities, Mest beings like this one. Обросли всякими Theta и Lambda наростами. We have grown Theta and Lambda add-ons on us. Считая себя частью физической Вселенной. We started to think of ourselves as parts of the physical universe. И потеряв свою божественную сущность, как статиков. And lost our godly nature as that of the static. И мост – это является обратным процессом по выходу из Mest Вселенной. And the bridge is the way back out of the Mest Universe. As we go up the bridge, we eliminate and handle all those add-ons that form our case. Мы очищаемся как вот от этой проказа, от этих вот наростов, от Lambda-существ, от деградирующихся Theta-существ, от себя. И в итоге остается один Theta. Мы забираем потом, двигаясь по мосту, свои кусочки Theta, которые мы разбросали по Вселенной. As we move up the bridge, we collect back units of Theta, that we have scattered around the Mest Universe during the game. Неважно, является ли это там Lambda или Phi частицы. It doesn't matter, whether it's Lambda or Phi Theta. Наша задача – забрать все частицы со Вселенной Mest, чтобы не быть привязанным к другим игрокам или к другим местам. Our task is to collect, get back all those particles and parts of Theta, not to be attached to other players or locations. И возвращаемся в исходное состояние статики. And then we return to the original state, the static. Те, кто хотят дальше продолжить игру, они делают это по самоопределению. Those who want to continue the game, do that by self-determination. Те, кто хотят покинуть ее, то те делают это тоже по своему собственному. Про уровни IT выше 48 я рассказывал год назад. Вы можете открыть это видео на сайте. Так, мосты в Саентологии. Вот такой у нас есть мост, который возвращает нас из состояния ада, то есть как христианство, то есть из достаточно плохого состояния, в состояние полного источника, в состояние статики. Это одна из первых версий моста. Это последующая. Это мост Церкви Саентологии. Это мост Церкви Саентологии. А это мост Организации Рона. Это мост Организации Рона. Каким может быть идеальный мост? Мы видим его вот таким. What an ideal bridge may look like. We can think of it like this. Мы думаем, что как только мы на него встали, мы достаточно быстро его пройдем. We think that if we put our step on it, our foot on it, we will be able to move along it quickly. Но в итоге мост становится вот таким. But eventually the bridge starts to look like this for the majority of people. Мы стараемся перепрыгнуть с одной ступеньки на другую и пытаемся не упасть с моста, не свалиться, потому что большое количество проблем, неприятностей, где-то что-то начинает болеть, нужно обращаться к АЭСу, ну и так далее. We're trying to skip the steps or try to, you know, not to step on some level. Our bodies may start to ache and we may seek help from our СС. You know, all sorts of problems may come along. К сожалению, для многих мост становится таким, какой вот он есть на правой части картинки. Unfortunately, for many people, the bridge starts to look like the right bridge, the bridge to the right on this picture, the fallen bridge. Человек просто останавливается и не может идти дальше. And the person will just stop and will not be able to move on. Чтобы преодолеть это состояние, чтобы не было такого моста, действительно есть, ну как здесь уже показано, ради Бога возьмите это дело и построите лучший мост. Это по стволу от Рона. Рон's postulate, for God's sake, get busy and build a better bridge, is a way to handle that situation, where a person just stops. И на данный момент у нас есть два способа прохождения моста. And currently there are two ways of going up the bridge. Processing с аудитором. It's processing with an auditor. Работа с напарником и processing с напарником – это тот же самый способ. Working with your twin and processing with the twin is the same. И второй способ – это способ, которым мы используем уже более трёх лет. And the second way is the way that we have used for the past three years. Этот метод основан на аксиоме 19. It is based on аксиом 19. Если побудить статику рассмотреть, как есть, любое состояние, это состояние перестанет быть значимым. Я хочу обратить внимание, что здесь сказано именно статику. Здесь не сказано теттен. А в данном случае мы побуждаем теттена как статику или как частицу статики рассмотреть какие-либо негативные состояния. А если же вы побудите именно статику сделать как ясность, то результат будет гораздо более эффективным. Вы получаете мгновенное рассмотрение, как есть, любого состояния. И не возникает пропущенного заряда. Забыла. Bypass charge. There will be no bypass charges. И эффект вы чувствуете мгновенно. And you will immediately feel the effect. Вам нужно побудить вас самих посмотреть, то есть побудить других игроков, как статиков, рассмотреть ту часть, за которую они ответственны, и рассмотреть как есть те постулаты, которые они сделали, создавая это ваше состояние. You bring other static to, as is, the postulates that they have made, as related to your situation. Я покажу, как это выглядит. I will show you how it looks like and how it works. Итак, у нас есть человек. That's a person here. И мы знаем, что он является тетоном. We know that he is a tetan. Желтенькая. Он управляет этим телом. He controls this body. Но мы знаем также, что здесь гигантское количество точек наблюдения, то есть других, θ, λ и φ существ, созданных всеми остальными статиками. Все десять на десять сороковой степени игроков постарались, чтобы в вашем теле была какая-то хотя бы одна частица одного из них. Соответственно, чтобы рассмотреть какие-то негативные состояния, предположим, у нас есть боль вот здесь вот в голове. Нам нужно обратиться ко всем статикам. Это вселенная мысль. Мы обращаемся к статикам, которые за определенной вселенной мысль. Мы идем beyond the Mest Universe here. Ребятки, давайте вы посмотрите на вот эту вот нашу соматику и сфокусируем их внимание конкретно на этой соматике. And ask them to look at this somatic and get their attention focused on that somatic. Мы знаем, что все ваши постулаты, которые вы сделали до текущего момента, привели к тому, что у нас есть эта соматика. We know that all postulate that you have made up at this moment resulted in this somatic existing. Да, в этом конкретном теле. In this body. И если мы направим внимание с намерением рассмотреть именно эту соматику. Практически каждый статик, который играет в эту игру, у него есть эта линия какая-то до этой вашей соматики. Есть такое правило, что тета-линия легко подчиняется, то есть все существа в одной тета-линии, они легко подчиняются командам вот этого тета, на которой в этой линии находится, или того статика. Но они не будут легко подчиняются тому, кто не находится на их тета-линии. То есть мама, которая создала существо там, существо для получения информации от своего ребенка, если ребенок попадет в чужие, ну там, в какую-то проблемную ситуацию, значит, то это существо не будет подчиняться, например, папе или дедушке. Remember that example with the point of view created by a mom to take care of the child if he gets into a situation. That point of view will not perform anything asked by someone else, but that mom, you know, by dad or by grandma or by any other person. They will only listen to the mom. Ну, если, конечно же, мы не дали ему такую функцию при создании. Unless, of course, we instructed them otherwise. Unless mom told them to listen to someone else. Окей. Соответственно, если мы хотим как можно быстрее рассоздать вот эту соматику, мы можем либо, первое, попросить аудитора, и чтобы он наше внимание направлял на эту соматику, нашел случаи, и все это мы рассоздадим в течение часа, двух, трех, может быть. Мы можем либо идти к аудитору и спросить им, чтобы найти ситуацию, где эта соматика произошла для первого раза, и это будет нам понадобиться часа. Второй вариант. Мы обращаемся к статикам, то есть тем игрокам, которые создали. Они по своей тета-линии вот все как бы рассмотрят, и ту часть, которая отвечает именно за создание данной соматики, они рассмотрят, и эта соматика пропадет. Or we can call the statics who created that somatic, who postulated that somatic in a way along that theta line, and they will as is it, and it will disappear. Мы знаем, что такие возможности у нас существуют. Мы читали об этом о христианских святых, буддистских святых, и каких-то индуистских святых, что они легко могут исправлять какие-то огрехи в телах других людей. А все, что они делают, обращаются к статике. Или то, что они считают статик, или как-нибудь там к Богу, например. Or something they consider the static of the God. В тоне 40. And they do it in tone 40. И получают исцеление. And the person gets healed. Это то, что в Библии говорится, по вере вашей будет вам дано. And it is exactly what the Bible says. I cannot quote from it precisely, but it says as much as you believe, you will get it for something. Окей. То есть это просто еще один способ одитирования, когда вы напрямую обращаетесь к статике, чья линия здесь участвует, и оно рассоздаёт эту соматику. So that's just another way of auditing it. You are just asking the static, whose theta line is involved in that, and it may as is the condition. Этот способ называется ОМНИ. This method is called ОМНИ. Когда вы обращаетесь к игрокам с все определенные просьбы в тоне 40, они с легкостью исполнят ваши намерения. Мы также разбирали это год назад. Это состояние, кому интересно, можно посмотреть. Там была также практическая часть применения. Сегодня я применять не буду, но просто показываю, что такая возможность существует. С помощью этого метода вы можете за сравнительно короткое время самостоятельно стать клиром. Это может быть недели, месяцы, полгода. Не нужно там 5-10 лет дожидаться, когда у вас появятся деньги на аудитора, когда вы сможете поехать на аудитинг, выделять на это гигантское количество времени. Достаточно просто самостоятельно проводить процессинг, и у вас будут результаты. Способ простой. Вы просто выходите за пределы Вселенной как Тетан. У вас есть такое право и возможность. И в тоне 40 вы командуете статики. Рассмотреть какую-то соматику или умственную массу или мисс-эмоцию в вашем теле. При этом очень важно, чтобы вы не переключались в самосмотрение. То есть, когда вы перестаете управлять статикой, вы начинаете самостоятельно рассмотреть эту соматику. В этот момент вы сталкиваетесь с гигантским количеством существ, которые создают эту соматику, и вам нужно потратить очень большое количество времени, чтобы рассмотреть в подробностях заряды этих существ. Потому что в тот момент вы увидите большую большую массу этих существ, которые могут создать соматику, и вы будете потратить много времени и ресурсов, чтобы обеспечить это. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, просто вернитесь в состояние омни, когда вы контролируете статиков и всю их линию, эта линия, которая идет вплоть до этой соматики, с целью рассмотреть ее, и это произойдет мгновенно. И продолжает делать это, и это не создает этот соматик. Инстантливо. Инстантливо. Окей. Здесь работает принцип рычага. Это принцип рычага, который здесь пригоден. Что большое количество кейсов можно урегулировать. Татьяна? Вам достаточно просто привлечь 10 на 10 в церковой степени аудиторов, которые просто разберут ваш кейс по кусочкам. Окей. У нас есть для начинающих вводные курсы, есть для тех, кто хочет продолжить самый первый и самый эффективный курс «Динами» для кейса. Мы имеем курсы для начальников, и один из них – «Динамит» для кейса, или «Кейс» динамит-корс, который предполагается для тех, кто хочет контролировать кейсу, используя методами. Есть также курсы на английском языке. И есть также курсы на английском языке. Окей. Это все, что я на сегодня хотел рассказать. Если у вас есть вопросы, буду рад ответить. So, it's everything I have to say for tonight. If you have any questions, I will be happy to answer them. Я вижу вопросы. Что же делать после IT-48, создавать Вселенную, агентировать? Вы сами решите. Ну, по большей части, наверное, вы будете помогать всем остальным избавляться от их кейсов. It's totally up to you, but I suppose you will be helping others to have their cases handled. Okay. У нас есть вопрос от Сютла Хуак from Mexico. Thank you. I know that Bill Robertson described these Omni concepts in confidential materials that were published on the Internet. The question is who developed the Omni processing? Bill Robertson or Mikhail Fedorov? Вопрос из Мексики следующий у нас. Мне известно о концепте Omni из материалов Билла Робертсона на высоких уровнях. И, собственно, вопрос в том, кто разработал сам процессинг, сам метод, капитан Билл или Михаил Федоров? Ну, капитан Билл в конце жизни исследовал процессинг, способ использования Omni. он использовал это, по крайней мере, для применения этики. In his last years, капитан Билл was exploring the Omni processing and he was intending to use it for ethics handling. Ну, данных об использовании Omni processing для конкретно использования в аудитинге, то есть Omni, состояние Omni в аудитинге у капитана Билла в тех заметках, что есть, я не видел. But in those writings of him that I have read, there is no mentioning of using the method for auditing. Ну, я также видел, что есть практики, которым пользуются сотни тысяч, может, даже миллионы людей, в которых используется что-то вроде Omni processing. But I also know that there are spiritual practices that are applied by hundreds of thousands to millions of people who also use the concepts very much similar to Omni. Один из них – это вот молитва. One of them is praying. христианская. Также есть другие практики, в которых используются рассмотрение, какие заряды. And there are other practices that deal with as easing the charge by looking at it. Обращаясь либо там ко всеобщности, ко всему или к творцу. Но у них нет технологии Рона Хаббарда и капитана Билла Робертсона. У них нет процессов, у них нет понимания кейсов и технологии кейс-супровизирования. Но они не имеют технологии ЛРАЙЧ или капитан Билл. У них нет даже понимания о духовной природе человека. Часто они даже фиксируются именно на теле. Ну, достаточно было только сфокусироваться. То есть я прошел некоторые из этих практик и понял, что можно из них что-то сделать и попробовал применить саентологические процессы. И результат был гораздо более эффективный, быстрый и я был просто поражен. И как результат я понял, что с помощью этого метода мы можем ускорить движение по мосту в сотни и в тысячи раз. Либо заменить вот ту скорость на глубину прохождения, чтобы было как можно меньше пропущенного заряда. Ну, и сейчас просто эти исследования продолжаются. Я пытаюсь найти более быстрые, эффективные методики, основываясь также на исследованиях Рона и Билла. И я еще в процессе исследования и развития этого. Я пытаюсь разработать быстрее, даже быстрее и более эффективные техники используя материалы Зоуэлла Рейдж и Кэптен Белл. Окей. Людмила. Окей. Окей. Спасибо. И congratulations. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Людмила. Такой вопрос. Значит... Ой, я выключил зенитию. Ошибся, не то нажал. Ничего страшного. Значит, буквально недавно смотрела сравнение даосизм, то есть восточные практики и западные. И говорят, что, говоря о технологии, мы имеем в виду, что это мышление западного человека всегда прямолинейно. Меня интересует такой вот вопрос. Насколько омни-процессинг является всесторонним рассмотрением? То есть включает ли он в рассмотрение какие-то глубинные такие моменты, которые преображают именно материю, пространство, время, не рассоздают материю, пространство, время, а именно преображают, то есть сглаживают, добавляют обладательности. То есть вот этот вопрос мне очень интересен. Людмила is interested in whether омни-процессинг и омни-техниках allow for improvement of the beings created about the depth of looking, of exploring every aspect of the case that we look at in a session. Ну, конечно же, я бы не сказал, что он как-то оставляет. То есть если сравнивать, наверное, методики, то нужно смотреть, до какого результата доводят методики и какое количество пропущенного заряда каждая методика создает. The criterion here could be looking at every method and at the amount of bypass charge that's left after the application. Применяя омни, у нас мы ориентируем не только тета, но и лямбда и хи. Using омни, we audit theta and also lambda and phi. И как результат, мы имеем наименьшее количество пропущенного заряда по сравнению с любыми другими техниками. Я ответил на вопрос? Очень здорово. Прямо спасибо большое. Мозги встают на место. Я знала этот ответ. Спасибо за то, что вы его снова повторили. Еще такой вот момент. Что делаете? Если в процессе омни-процессинга возникает желаемое ощущение, потребность... Как это выразить? Потребность в движении. Как это сказать? Вам хочется танцевать, когда вы антируете? Да. Да. Вас никто не ограничивается. Делайте, что хотите. Людмила А после АТ-48 можно ли оставаться в игре по своему желанию? Можно? А если возвращаться в статику, то исчезнет ли сознающая единица внимания? Исчезнет ли тета? Я думаю, при полном исчезновении действительно такое произойдет. Вот помните фильм «Звездные войны», когда там какого-то джедая убивают и вот остается только его плащ. Я думаю, это возможно, потому что, если вы помните в фильм «Стар Вармс» «Вармс». Если вы помните в фильм «Стар Вармс» «А джедай» «Исчезнет» и только его клоук остался там. Да. Исчезает ли тетан при возвращении в статику? Да. Исчезнет ли тетан при возвращении при возвращении в статику? То есть, есть это состояние суперстатики, когда у вас есть точка наблюдения в теле и вы еще уже соединены со статикой, то, конечно же, нет. Но если же вы окончательно решите покинуть эту игру, то у вас привязок никаких не должно оставаться. статикой, если мы говорим о суперстатичном состоянии, то есть, когда у вас есть точка в теле и в статике, то нет. Но если вы полностью статичный, то нет. Так. Анджей, вопрос? Да, Михаил, у меня вопрос по поводу фокуса на соматике. Но соматика обычно это следствие, это же не сама причина, которая в теле, а следствие каких-то постулатов, чего-то. и когда я приглашаю ОМНИ свое внимание направить на эту соматику, убираю ли я саму причину, либо убираю я только следствие? Хороший вопрос. На самом деле команда идет из статики по всей теттой линии, по всей теттой линии статики, то есть, то есть, все, что она создала, соответственно, если даже у нас было какое-то другое существо, которое не здесь, а где-то в другом месте находится, то если оно находится, то есть, мы этого статика взяли в свое пространство, мы постулата поставили, то оно тоже отработает эту команду, и, по идее, должно это рассоздастся. Если же, конечно, у вас там неоткрытая травма, не хлещет кровь, вам уже нужны другие, конечно, способы делать. Нужно уже врача вызывать. Мы контролируем по всей теталинии, то есть, команда идет туда, и контроль идет по всей теталинии сверху, соответственно, нет возможности не выполнить ее, потому что все статики сразу находятся в команде, которая занимается процессингом вот именно данной вашей соматики. Можно ли дать команду сразу уже омни, чтобы оно обратило внимание на причину этого следствия, причину, например, какую-то причину той соматики, которая у меня в теле, чтобы сразу омни свое внимание нашла причину и направила свое внимание на причину, а не на следствие. Мы можем, да, мы можем, то есть, здесь нужно кейс-суперевизирования некоторое, то есть, нужно понимать, что оно напрямую выполняет то, что вы задали. Вы задали одну команду, соответственно, она выполнилась. Если вы хотите, например, чтобы была прооритирована цепь, тогда мы меняем кейс и выполняем ойдинг цепей, ну, то есть, там, сделать это место цепи, например, вот, и так далее. Или, если там несколько цепей, мы прорабатываем несколько цепей, поэтому, то есть, вместо вас, то есть, все-таки, мы решаем изменить свой собственный кейс, и, соответственно, мы формируем как бы алгоритм проработки этого кейса, то есть, мы им туда подаем, они просто напрямую это выполняют. Это очень похоже на то, как мы работаем с искусственным интеллектом, вот, типа, чат GPT. А можно практически вот, ну, вот последний мой вопрос. Татьяна, мы, Татьяна, переводчика загрузили. Секундочку. Попробуй. Да, It depends on the whole concept what you intend them to do and the details are up to the case supervisor. На что стоит обратить внимание? То есть если сравнить это с ChatGPT? Чем более изощренный запрос вы зададите, тем более качественные ответы вы получите. Чем более комплексный и софистикатный ответ, тем более лучше ответа. Чем ваш концепт будет точнее и чем лучше вы опишите, что конкретно, какие действия вы ожидаете от ОМНИ в своем постулате? Чем более качественная и глубокая будет поработка вашего кейса. Чем более качественная и глубокая будет поработка вашего кейса. Потому что в итоге получается, что вы формируете КС и отправляете концепт на его выполнение в ОМНИ. То есть передаете его статике. И создавая этот постулат на выполнение, они просто выполняют этот постулат и прорабатывают ваш кейс по вашему КС. Вот так это работает. И чем более круто вы являетесь кейс-супервайзером и понимаете кейс, тем более качественную программу для своего кейса вы напишите и она будет проработана. Спасибо, Михаил. Вот практический вопрос, какую команду дать ОМНИ в ситуации, когда в определенное время суток появляется тревожность. Не каждый день, через день, несколько раз в неделю появляется определенная тревожность в определенное время суток, ближе к вечеру. Какую команду ОМНИ дать, чтобы эту тревожность убрать? То есть тревожность – это симптом, это последствия чего-то, что было когда-то, раньше, где-то что-то. Какую точно команду дать, чтобы убрать именно не сам симптом, не саму тревожность, а то, что запускает тревожность, то, что ее создает? Какую правильно команду ОМНИ надо дать? Да, ну, в первую очередь нужно понимать, что кейс является слоистой вещью, то есть у нас вот здесь один такой нарост, под ним еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть, да, мы можем одной командой что-то снести, но потом может появиться следующий слой с небольшим проявлением того же самого, потом следующий еще меньше, а потом вдруг вот отсюда вылезет еще что-то такое, которое похоже на это. То есть, нужно понимать, что для каждого из этих слоев кейса нам нужно написать свою программу на проработку и отправить ее как бы в ОМНИ на выполнение. Ну, такие как по-команду надо дать для ОМНИ. Так, а вот это мы с вами рассмотрим на нашем курсе по ОМНИ-процессингу. Окей, the question was concerned with a certain feeling, a certain sensation that this man experiences, and Mikhailo says that that will be discussed as part of the course. Анжи, просто мы не будем конкретно в ОМНИ сейчас кейсить, поэтому как бы я можем потом созвониться, я с удовольствием как бы поделюсь всем, что знаю. Окей? Спасибо, Mikhailo. Спасибо. Хорошо. Окей, а Людмила? Еще такой вопрос. Я читала книжку Лидии Григорьевны Пучко «Многомерная медицина». Очень интересно она подходит к целительству. Похожая методика, но там человек не работает с ОМНИ, а он работает маятником с бессознательностью. Это, конечно, разница глобальная, то есть можно завести себя непонятно куда. Но вот сам метод, то есть она описывает, что, допустим, составляю такой вибрационный ряд, вибрационную линзу, по которой устраняю причину возникновения, ну, например, артрита или там заболевания какого-то. И затем, значит, она пишет о том, что устраняю блоки, которые препятствуют причине, препятствуют рассозданию. И используют также частоты, волны для того, чтобы рассоздавать эту причину. Например, она говорит, что у каждого паразита существует частота, которая идет навстречу этому паразиту, и она рассоздает. То есть вопрос, в чем заключается. Если, например, нужно исцелить какое-то заболевание в человеке, то, ну вот, судя по моему опыту, я еще не подошла к такому моменту, когда я могу с точностью быть уверена в том, что это заболевание рассоздалось. То есть я убираю симптоматику, вот, но в целом заболевание рассоздать не получается. Может быть, нужно как-то не рассоздавать, восстанавливать и так далее. Есть у нас, ну, можно на Омни-мосту дальше, проходя, подойти более целостно к соматикам, к заболеваниям. Ну, смотрите, заболевания паразитарной природы мы не лечим, поэтому я тут ничем не могу сказать. Это скорее к медикам или, там, тем, кто занимается биорезонансной терапией, они уже вам, я думаю, помогут. Ну, я не имела в виду только паразитов. Я имею в виду вообще любое заболевание. Ну, как можно, так справляемся. Понятно. Окей, идем дальше. Арсен Уфимцев. Так, динамики были придуманы в помощь для возвращения в состояние статики или это естественный механизм? A question. Were the dynamics invented and described to get the person back to the static or is just... Какой механизм? Natural. Or is it just a natural mechanism? Динамики – это базовое соглашение перед игрой. The dynamics are basic agreements made before the game. Соответственно, перед тем, как мы будем выходить из игры, мы из этого соглашения сможем выйти. So, before we quit the game, we can quit this agreement too. Окей, идем дальше. Как и для чего Thetan может использовать динамики? How and for which purpose can Thetan use the dynamics? Для выживания в этой игре? For survival in this game. Так, идем дальше. Очень интересная тема, но мне нужно уйти. Хорошо. Так. Кого вы имеете в виду, когда говорите статики? Других Thetan'ов статика же одна. Что вы имеете в виду, когда вы говорите статики? Да, потому что статика – это статика только одна. Тоже интересный вопрос, потому что… Давайте перейдем к началу нашей демонстрации, когда мы… То есть куски мудрости можно почерпнуть из других практик. Вот если мы сейчас переключимся и посмотрим, что такое Атман. Все проникающее субъективное духовное начало – я душа. Противопоставляется Брахману как высшей объективной реальности и в то же время совпадает с ним, поскольку Брахман осознает себя и тем самым становится Атманом. А в саентологии мы знаем, что Тетан является статика, а статика как бы… То есть это тоже Тетан. Мы знаем из саентологии, что Тетан – статич, и статич – это тоже Тетан. Вот десятая дефиниция. Дефиниция – 10. Соответственно, с помощью саентологии, ну и Рон это в 50-х определил, что было 10 на 10 в 40-й степени игроков, и, соответственно, каждый из нас является как бы отдельным статик игроком, который погрузился в эту игру, чтобы получить опыт. Ну, когда мы статики, у нас нет бытийности, соответственно, нас идентифицировать сложновато, как отдельно, как вот статика. Вот это все, думаю, это ответ. That's it. That's the answer. Так, вопрос. Есть одна исходная и есть ниже отдельные статики. Когда мы входим в эту вселенную, мы являемся большими игроками, и мы не зафиксированы на телах. When we enter this game, we are big players, and we do not have our attention fixed on the bodies. Мы имеем некоторую бытийность, но у нас нет, но мы не являемся уже статикой. We have some beingness, but we are not static. И при этом мы не являемся телами. And at the same time we are not the bodies. Вот это состояние называется static tetan. And this state is that of static tetan. У него нет потребности для участия в игре погружаться и брать тела. He doesn't feel compelled to get deeper into the game and take bodies. Но исходная статика может создавать там несколько таких статик игроков для дальнейшей игры во вселенной мастер. The original static may create some of players like that for further play in the game. Поэтому есть просто термин статика и есть термин static tetan, и есть дальше уже по мере деградации статика. По мере деградации статика, tetan появляется обычный tetan, который берет тела для игры в эту игру. That's why there is this gradation. There is static, then there are static tetans, and there are tetans that take bodies to play the game. Вопрос. Отдельные статики – это tetan? A question. Are individual static tetans? Нет, статики не являются tetan, они являются статикой. No, statics are not tetans, they are static. Но они могут создавать tetan, как точки наблюдения в игре. But they can create tetans as points of view in the game. Так, я смотрю, тут много кто кому отвечает, но идем дальше. Так, откуда, а кто тогда такие статики, откуда взялось вообще это определение, есть ли дефиниции словарест саентологов? Who are those statics? Where did you take that definition? Can I find it in the dictionary? В словаре есть только определение статики. In the dictionary there is only the definition of the static. По мере движения по мосту, капитан Белл Робертсон вводил этот термин для того, чтобы было понимание, с чем мы работаем и кем является сам tetan. И найти определение статиков, впервые слышу об этом. Определение статика в словаре смотрим. Where do I find the definition of the static? It's the first time I hear about it. Okay, you can look it up in the dictionary. Так, у нас по-английски время – это суждение, относящееся к маст Вселенной. А в ОМНИ не является ли оно ограниченным суждениями? Я не совсем понимаю вопрос. Или думанием мясного тела, мясного мозга. А, возможно, вопрос в том, ограничено ли понимание и работа с ОМНИ думанием или суждениями из мясного тела. Ну, конечно же, ограничено, потому что чем быстрее и глубже мы проработаем свой кейс, тем быстрее и эффективнее мы начнем прорабатывать наш кейс, используя ОМНИ. И мясной мозг, он действительно может как-то влиять на наше состояние, потому что тетан, то есть все восприятия тетана настроены на тело, и при ухудшении этого мясного мозга мы можем действительно… Ну, то есть того самого мозга, который у нас в голове. Там повреждения вирусами или там отравления, то есть наше состояние может ухудшаться. Вопрос. Обязательно проходить мост до ОТ-48? Нет, не обязательно. То есть многие, может быть, даже закончат свой мост, ничего не проходя, потому что все остальные, как бы всю плотность эту, все свои точки зрения заберут, ну а ваши, соответственно, точно так же к вам вернутся, просто потому что… Ну, так произойдет, а им нет за что будет зацепиться в этой игре. То есть достаточно будет небольшому количеству или проценту тетанов завершить свой мост, и все остальные просто автоматически, как бы, тоже это сделают. So it's enough for a certain number of people to finish the bridge, and the rest will just have it handled automatically. То есть их кейс тоже распутается. And the case will get disentangled. Что делает соматика, если она не рассоздается? What do I do with a somatic, if it doesn't get uncreated? Применять правильный процесс? To use the process correctly. В чем принципиальная разница между тетаном и точкой видения статики? И есть ли это разница? Is there a difference between the setman and the point of view created by the static? Ну, как бы, стать, оно и создает точку зрения для игры в этой вселенной, и мы его называем отдельно тетаном. В самом начале моста мы берем мясное тело и говорим, «Мясное тело, у тебя есть тетан». Он говорит, «Да не может быть». И в какой-то момент он начинает основать себя тетаном. Он говорит, «Нет, но где-то там он начинает осознавать себя тетаном». И в этот момент мы, можно сказать, отсоединили вот нашего этого моряка. Сейчас я покажу на картинке. Вот этот наш моряк, который был частью корабля, он отсоединился от мэст и понял, что он не часть корабля, что он часть статики, что он часть теты. И дальше мы уже можем его дальше чистить, вымывать, отшкрябывать и так далее, чтобы он стал более способным и стал духом. А когда мы смотрим с точки зрения статики, то это просто создание точки видения во вселенной мэст, чтобы она поиграла и получила какой-то игровой опыт. И если мы смотрим с точки зрения статики, то мы можем видеть точку зрения, который входит в мэст и универс, чтобы играть и получать какую-то эксперименцию. Так, идем дальше. У меня тоже появляется желание заниматься спортом, созвучно с Людмилой. Евгений, отлично. Вопрос. Видимо, какое-то обращение к другой практике, я так понимаю, какой-то источник гая. Гая, ну то есть это из аватара. Это обращение к планете как будто. Ты поясни. А, гея. Гея, гея, да. Вот, все-все. Вопрос. Является ли гея тетаном состояния источника, лямбдо-тетаном или фи-тетаном? А вот кто вот наша Земля? Тут сложно сказать, потому что, что происходит с лямбдо-существами, которые создают наше тело и не подвержены ли каким-то дополнительным законам, когда они как бы в какую-то, ну то есть после смерти они тоже отправляются куда-то, где-то тоже, наверное, отчитываются, где-то, может, агитируются. И как-то устроено, ну вот у Рона не было данных, у КБР тоже нет таких данных, что они просто сразу берут и перелетают в другое тело. Есть данные из других практик, что там для них тоже есть какой-то путь после смерти, вот где они делятся, может быть, каким-то опытом. Это вообще не проблема, и Михаил сказал, что он не имеет никакого данных, и ни одного, ни капитан Билл, не говорил ничего о том, что это в книге. Некоторые практики говорят, что лямбдо-существами идут куда-то, и они имеют какую-то структуру и преимущество, но мы не знаем по-четам. Да, у нас вопрос, прояснение какого-то вопроса для Михаила, но мы вот уже, к сожалению, не помним, что ползал. Да, непонятно, кому конкретно этот вопрос. Верно ли утверждение то, чего нет, невозможно придумать? Ну, вообще, на самом деле, как бы сложно сказать. То есть, смотря с какой точки зрения, смотрите, если с точки зрения человека в теле, ну, наверное, что-то можно придумать то, чего не бывает. Вот, а с точки зрения Тетана, ну, мы столько раз играли, что, возможно, кто-то просто вспоминает. Ну, кто-то там придумал вертолет, а на самом деле он просто вспомнил. Вот, кто-то придумал там какой-то электродвигатель, на самом деле он просто там, ему кто-то протранслировал в уме ему, и чтобы в этой цивилизации у него там появились эти электродвигатели. Вот, то есть мы не знаем, как конкретно все это происходит. Вот, но есть такое данное, что Вселенная по каким-то циклам движется позаранее запрограммированно. Соответственно, все эти игры, что мы проходим, они как бы не совсем как бы новы для нас. Мы просто как бы их пересматриваем или получаем новый опыт с другой точки зрения. Это еще одна интересная вопроса, потому что есть какие-то вещи вы можете помнить из прошлых циклам, но есть какие-то вещи вы можете подумать или подумать, или invent. То есть, это зависит, вообще. И есть это датум, что наш гейм может быть в цикл, so we may get some data from another cycle. Окей. Ну, тут комментарий, я не могу как бы понять, к чему он относится. Идем дальше. За счет чего отделяются отдельные статики от общей статики? За счет постулатов? Спасибо, то есть можно просто наслаждаться жизнью. Конечно. That's a good question. Thank you. So it means we can just enjoy life. Of course you can. Справедливые такие утверждения статика – это потенция. Статик тетаны – это тетаны с неограниченным потенциалом, которые взяли бытийность и готовы к игре. А тетаны – это игроки с бытийностью, которые взяли тела для игры и начали играть. Is it true that the static is a potency, it's a potential? And static тетаны – это тетаны с неограниченным потенциалом, которые взяли бытийность и готовы к игре. Ну, опять же, то есть как только статика входит, то есть точка зрения статики входит в игре – это большой гигантский статик тетан. То есть он без опыта и у него там неограниченное количество с точки зрения масти вселенной энергии. Но по мере деградации он деградирует и после этого осознает себя уже тетаном в каком-то мясном теле и воспринимает уже через него. When the point of view of the static enters the game, it's a static setan, it has no experience, and it plays the game, and it degrades to a point where he thinks of himself as a setan. Окей. Ну что ж, я вижу это все вопросы. So no more questions. Кто-то еще хотел бы задать? Есть вопросы. Статик тетан – это оперирующий тетан по Рону? Ну, в общем-то, да. Как в 50-х годах Рон пытался делать АТ. Он просто экстеризовывал их и заставлял их как-то вот там быть больше или там действовать как тетан именно. То есть он как бы делал статиков, восстанавливал их статик способности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Исходя из вашего ответа про то, чтобы придумать что-либо гораздо сложнее, чем вспомнить, получается, что древние мифические боги реально существуют, их много. Вопрос являются эти существа частью мост, и они статики, а Вселенные планеты – это их точки зрения, частью которых мы являемся. Продолжение следует... That's an interesting one. Based on your answer about... What would Mikhail said that it's more complicated... It's more complicated... It's difficult to invent something as compared to remembering something. So, it means that the ancient gods really exist, and there are many of them, and are all those beings part of mess, or they are static, and the planets and universes are their points of view? That's an interesting question. I have an OT on my lines who actually told me about himself being an ancient Egyptian god. He told me about how the way the Egyptian society was built. And he really had great spiritual abilities at that time. So, it's fair to say that all those ancient gods and people and characters of myths could have been real people, and they are still with us? You may know from Ron that there are planets or civilizations who try to take all of these planets. And you may have noticed that Chinese or South American gods are actually flying snakes or dragons. So, it's likely that those civilizations were started by beings that looked like dragons. We know that those civilizations, which were founded in Russia, or Christian civilizations, There are so many... ... of course, there are... ... of course, on the home of Moscow. We've got a... ... of Missy? ... 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 В общем, он на коне дракона. А, Фобедоносец. Да, Фобедоносец. Георгий Фобедоносец. И вот он, например, на гербе Лондона является там дракон. Это как бы символы конфликта цивилизаций. И вы можете заметить, что на Коу-Армской армии в Москве, есть воориор, который уничтожил дракон. И в Европе, в Европе, есть дракон. Семьба. Кто-то может видеть... Лондон. Окей, да. На Коу-Армской армии в Лондон, есть дракон. Так что мы видим, что конфликта цивилизаций здесь. И потому как, кто кому поклоняется, можем определить, какой цивилизации принадлежат те, кто основали данную там религию или данную часть, то есть принесли культуру на данную часть планеты Земля, чтобы цивилизовать ее и присоединить, соответственно, в итоге к части своей федерации, конфедерации или звездной системы. Так что, если мы обращаем внимание, мы можем увидеть, что... Мы можем увидеть, что... ...вот символ, что люди проживают в этом или в этом стране, в этом или в этом районе, и так мы можем понять, что цивилизация была привана туда, что расе, что beings привана цивилизация и культуру в эту район. Следующий вопрос. Когда возможно состояние суперстатики по своему желанию? Следующая вопрос. Is it possible to become superstatic at my own will? Состояние суперстатики достигается на Т-16. После Т-16 на рандаване суперстатики. Ну что ж, я вижу, что вопросов больше нет. Я благодарю вас за участие, за то, что вы пришли, задавали вопросы. Мне было приятно с вами пообщаться. Через неделю, в пятницу, то есть это не в субботу, а в пятницу у нас будет лекция Рэнди Смита по поводу того, как не застревать на мосту и быстро двигаться. Ну что ж, спасибо. И увидимся через недельку. Всем пока. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо.